Всем привет! Я собрал 4 нейросетки по генерации изображений, 1 DAL-E Mini и 3 Stable Diffusion. Если вы хотите поделиться своими AI-каверами, мешапами, дипфейками или AI-артами, можете загрузить всё это в мою группу с очень оригинальным названием. Ссылка на группу будет в описании. Первый DAL-E Mini, тут никаких настроек нет, просто пишем свой промт и нажимаем Run. Промты обязательно должны быть на английском языке. Вводим сюда наш допрос и нажимаем Run. Вот нам сгенерировало 9 изображений, можно нажать на первые из них и тут снизу перелистывать. Искать то изображение, которое больше нравится. Ну вот, например, это. Чтобы его скачать, нужно нажать вот сюда на скриншот. Но если нажать на этот скриншот, то скачается изображение вместе с интерфейсом. Чтобы скачать это изображение без интерфейса, на телефоне нужно зажать по этому изображению, на компах нажать правую кнопку мыши и скачать изображение как. Следующий Stable Diffusion 2.1 Demo. Насчёт дополнительной настройки расскажу позже. Пишем сюда свой промт и нажимаем Generate Image. Вот в этот раз у нас генерируются 4 изображения. Тут, чтобы скачать, даже кнопки скриншот не придумали. Поэтому либо зажимаем, либо нажимаем правую кнопку мыши и скачать изображение как. Негативный промт нужен для того, чтобы убрать какие-то вещи в изображении. Если вот вы написали, например, дерево посреди дороги, и у вас тут сгенерировалась машина, пишите в негативный промт Car и машина исчезает. Дополнительная настройка. GwidenScale, как я понял. Буду называть этот параметр KFGScale, так как в следующих страницах он будет называться именно так. Это значение, по которому нейросетка пытается сгенерировать изображение по нашему запросу. Чем больше это значение, тем лучше нейросетка рисует картинки. Но слишком большие значения ставить не рекомендуется. Рекомендуется ставить значения от 3 до 17 где-то. Сейчас покажу с самого низкого до самого большого. Если не хотите смотреть, я подставлю тайминги, можете перелистнуть просто. Субтитры сделал DimaTorzok Далее StableDiffusionXL. Тут уже настроек побольше будет. Также тут есть 5 моделей. StableDiffusionCheckpoint. По очереди сейчас каждый покажу. За нас уже промт и негативный промт придуманы. Будем вместе с ними работать. Нажимаем просто Generate. Вот такое изображение нам выдает. Тут уже придумана кнопка Download. Можно на нее нажать и изображение скачается. Самплинг метод. Это методы или алгоритмы обработки изображения. Эти методы на просторах интернета являются самыми крутыми. Так что советую использовать только их. Разные методы уже сами опробуйте. Не буду их показывать. Самплинг степс. Это количество шагов по генерации изображения. Чем больше это значение, тем дольше идет генерация. Ну и следовательно изображение наше будет лучше. Вот что получается на 1 ручке. Вот что получается на 15. Вот что получается на 30. Этот блок отвечает за высоту и ширину изображения. Поставим вот так вот. Будет у нас вертикальное изображение сейчас. Можно сейчас горизонтальное изображение сделать. Если у вас в ерунке вылазить, просто повторно нажимайте. На генерейт. Переходим на следующую страницу. Тут уже интерфейс как вам не получше. Покрасивее выглядит. Кстати забыл сказать про Batch Size и Batch Command. Тут их конечно менять нельзя. Но если вы найдете более крутой какой-нибудь Stable Diffusion, там возможно можно будет менять. Batch Size это количество изображений в одном пакете. Batch Command это количество пакетов. То есть если тут выставим 2 пакета и 2 изображения в одном пакете, то сгенерируются 4 изображения. 2 на 2 равно 4. Ничего сложного. Тут все точно так же, что и в предыдущей странице, только добавились 2 дополнительные вкладки. Тут можно работать с изображениями. Сюда можно загрузить какое-то изображение и по нему генерировать картинку. Вместе с этой вкладкой добавился новый параметр Denoising. Оно отвечает за изменение исходного изображения, которое загружаем сюда. Чем выше это значение, тем сильнее выходное изображение будет отличаться от исходного. То есть если мы поставим на 0, выходное изображение будет точно таким же, как и исходное. Ничего не изменится. То есть если поставим на максимум, на однерочку, то будет полностью измененное изображение. Ну и третья, последняя вкладка PNG Info. Сюда можно загрузить изображение, которое сделано именно на этой нейросетке. Вот например. И получаем prompt и негативный prompt. Ну и настройки, которые были. Вся концовка видоса будет состоять из картинок, которые сделаю на этой нейросетке. Тут моделей очень много, конец будет длинным. Но перед тем, как закончить, скажу, что можно избежать большой толпы, когда генерируем изображение, может быть очередь там из 16 человек, из 20, из 30. Сейчас если заметили, была очередь из 11 человек, но получилось как-то проползти между ними. Можно добавить эту нейросетку к себе. Нажимаем на эти три точки. Duplicate this space. Тут нужен Prodia IPK. Оставлю сайт, на котором его надо брать. Нужно будет зарегистрироваться, и вам выдадут ваш приватный ключ. С ключом можно генерировать 1000 изображений в месяц. Оно каждый месяц обновляется. Как по мне, этого вполне достаточно. Ну, лично для меня. Не знаю, может вы там по 200 генераций в день будете делать, и вам будет недостаточно. Но там можно по несколько ключей сделать. Зарегали один аккаунт, скопировали ключ. Зарегали второй аккаунт, скопировали второй ключ. И менять их каждый раз, когда заканчивается. Насчет того, как менять ключи, нужно нажать на Settings, пролистать вниз. И тут есть Replace. В этом поле вводим свой ключ. Нажимаем Save, и готово. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok